Областные власти будут содействовать Волгоградскому тракторному заводу в поиске инвесторов с тем, чтобы в течение полутора-двух лет здесь смогли увеличить выпуск продукции. Об этом губернатор Сергей Баженов заявил в ходе посещения одного из старейших предприятий региона. Впервые он побывал на тракторном неделю назад во время открытия зала воинской славы. Именно тогда глава региона пообещал детально обсудить проблемы и перспективы развития завода. Репортаж Екатерины Краваевой. В сборочном цехе тракторного завода работа кипит. И здесь трудятся над моделью сельскохозяйственного трактора ВТ-90. Видоизмененным вариантом хорошо знакомого патриарха отечественного тракторостроения знаменитого ДТ-75. Его преемник тоже на гусеничном ходу, но, как говорят производители, с повышенным уровнем комфорта. Она более удобная для трактористов, для механизаторов. Она современная. За счет чего? Ну, лучше удобство. По крайней мере, хоть вентиляция, кондиционер будет установлен. Насколько удобна машина губернатор Сергей Баженов опробовал сам, посидев в водительской кабине. А затем на совещании с руководством тракторного состоялось детальное обсуждение проблемы перспектив развития предприятия. Ведь первенец отечественного машиностроения когда-то гордость не только города, но и всего региона долгое время пребывала в упадке. Смена собственников, сокращение производства, невыплата жалования, отток профессиональных кадров. Сейчас предприятие постепенно набирает обороты. На сегодняшний день на заводе трудится около двух тысяч человек. Здесь производится четыре вида гусеничных тракторов, коммунальная техника, съемное оборудование. Кроме того, тракторный выпускает военную технику, бронетранспортеры и боевые машины пехоты в рамках гособоронзаказа. В нынешнем году ожидаемый объем производства продукции составит примерно 3,5 миллиарда рублей. Сегодня Волгоградский тракторный завод медленно, но возрождается. Сегодня есть заказы от государства, сегодня есть заказы от частных компаний. И, конечно, мы уже не делаем то количество тракторов, и страна стала другой. И количество тракторов сегодня столько не нужно, потому что они стали другой производительности и другой технической мысли. Но самое главное, что потенциал сохранен, и мы сегодня ищем вместе пути возможности наращивать и госзаказ, и наращивать производство под коммерческие структуры. Одна из перспектив развития тракторного завода связана с производством моросительной техники для аграрного комплекса. В декабре на предприятие поступят несколько технических образцов для изучения. Кроме того, в следующем году на предприятии планируют наладить выпуск современных колесных тракторов. В целом, нынешнее руководство тракторного взяло курс на модернизацию производства. Основная задача была, и вопрос, который решить, это, конечно, снять те издержки, которые несет содержание, для того, чтобы направить куда-то в производство. Нам это удалось достичь по этому году снижение постоянных затрат. Экономисты понимают, о чем я говорю, он ставил по площадке 112 миллионов рублей. То есть 112 миллионов рублей можно отвлечь. Мы построили каскад модульных котельных к каждому корпусу, то есть находились в корпусе и увидели, что в корпусах тепло. Мы сегодня ведем ремонт в корпусах, мы их восстанавливаем. Кроме того, у руководства предприятия есть идея возродить на базе завода конструкторский центр, который существовал здесь в 30-х годах. Его кадровый костяк составят выпускники технических вузов Волгоградской области.